Николай Лобачевский, 230 лет спустя. У нас 19 лет электромобил. Лобачевский, это, конечно, очень серьезный аргумент. Всемирный день борьбы со спидом. Самое плохое то, что в первое время ничего практически не происходит. 3D-сканер. Что это и с чем его едят? Это один из современнейших сканеров, которые есть на данном рынке, где это физическое оборудование. Его основное преимущество – это скорость сканирования, 2 миллиона точек в секунду. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Анастасия Кузьмина. Торжественные мероприятия, посвященные юбилею Николая Лобачевского, накануне состоялись в столице Татарстана. Подробности в следующем сюжете. А вы знаете, что у нас 19 лет, но Лобачевский, это, конечно, очень серьезный. В день рождения выдающегося ученого Николая Ивановича Лобачевского состоялись мероприятия, посвященные его памяти. Так, этим утром глава республики Татарстан Рустам Мениханов возложил цветы к надгробию математика на Арском кладбище. В мероприятии приняли участие прапраправнучка Лобачевского, руководитель администрации президента республики Асгад Сафаров, мэр Казани Ильсур Медшин, а также ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Помимо этого, торжественная церемония, посвященная Николаю Лобачевскому, состоялась и в сквере, названном именем ученого. Неважно, сколько лет исполняется Николаю Ивановичу Лобачевскому, круглая эта дата или нет, мы как минимум 4 года с лицеистами, самыми маленькими лицеистами нашего лицея имени Николая Ивановича Лобачевского и студентами Института математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского Собираемся и вспоминаем о нашем великом земляке, великом ректоре, великом математике. Он был ректором Казанского университета и достаточно много сделал для него. Он строил комплекс зданий, строил очень много библиотек, он писал учебники, которые, к сожалению, не были изданы. Он заботился об обучении не только в университете, но и в гимназиях. Память о бывшем ректоре Казанского университета его студенты и сотрудники чтят не только в праздничные даты. Ему посвящают математические турниры и конференции. Помимо этого его именем названы научная библиотека университета, институт математики и механики, а также лицей Казанского федерального университета. Маргарита Михайлова, Фаридзе Хитоглыха, Физ Гараев, Универньюс. Наверняка для многих 1 декабря – особенная дата. И дело совсем не в первом дне зимы, а во всемирном дне борьбы со СПИДом. Подробности о вирусе иммунодефицита человека смотрите далее. На сегодняшний день такое заболевание, как СПИД, известно в каждом уголке земного шара. Его справедливо называют крупномасштабной эпидемией, чумой 20-го и 21-х веков, реально угрожающей человечеству. 1 декабря – не просто очередная дата в календаре, а день скорби по миллионам умерших от этой болезни. Перед тем, как погружаться в процесс изучения информации о защите от вируса, стоит разобраться, чем СПИД отличается от ВИЧ. ВИЧ-инфекция расшифровывается как вирус иммунодефицита человека, и она первична. Аббревиатура СПИД означает синдром приобретенного иммунного дефицита, и это конечная стадия ВИЧ-инфекции. То есть это два абсолютно разных понятия, и один выходит из другого. При инфицировании вирусом человек без лечения, без каких-либо действий с его стороны, без обращения в центр СПИД к нам, может перейти в стадию иммунодефицита. На сегодня свыше 42 миллионов людей, живущих в самых разных уголках мира, страдают от смертельно опасного вируса, вызывающего у человека дефицит иммунитета. Ежедневно около 15 тысяч людей попадают в категорию больных. ВИЧ-инфекция прожает иммунные клетки, не давая им работать как положено, подавляет их и уничтожает, что приводит к СПИДу. Отсутствие иммунной защиты человека приводит к возникновению болезни, которой бы он никогда не заболел, будучи здоровым. Самое плохое то, что в первое время ничего практически не происходит. То есть те симптомы, которые проявляются, когда вирус иммунодефицит распространяется по телу человека, это не специфические симптомы. То есть они могут быть похожи на симптомы обыкновенной простуды. И более того, через какое-то время они ослабевают и вообще уходят. И человек, если не знает, что у него в организме находится вирус ВИЧ, он долгое время этого знать не будет. Этот инкубационный период, период проявления уже какой-то специфики, может длиться месяцами и даже годами. ВИЧ может передаваться через различные биологические жидкости инфицированных. Например, через кровь и грудное молоко, семенную жидкость и вагинальное выделение. ВИЧ также может передаваться от матери ребенка во время беременности и родов. При обычных повседневных контактах, таких как поцелуй, объятие или пожатие рук, или при совместном пользовании личными предметами и употреблении продуктов питания или воды, передача инфекции не происходит. Важно отметить, что люди с ВИЧ, принимающие антиретровирусную терапию, у которых достигается вирусная супрессия, не передают ВИЧ своим сексуальным партнерам. Есть такое понятие, как доконтактная и постконтактная профилактика. Доконтактная профилактика очень популярна среди людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, у которых есть партнер, который не инфицирован ВИЧ. Есть определенные схемы для приема лекарственных средств, которые могут предотвратить данную ситуацию. Также есть постконтактная профилактика, которая включает в себя обращение к нам в центр СПИД в течение 72 часов после возможной аварийной ситуации. Если человек проконтактировал с биологической жидкостью, которая может привести к риску инфицирования, он должен обратиться к нам в течение 72 часов, еще раз повторяю, так как это период времени жизни вируса, на который мы можем воздействовать. В России особенно открыто о СПИДе никогда не говорили, однако накрывающей волной для жителей страны стал отечественный сериал «Нулевой пациент», премьера которого вызвала большой интерес у зрителя. Что вполне объяснимо, в основу сериала легли реальные и очень страшные события, виновные в которых до сих пор не понесли ответственности. «Нулевой пациент» – экранизация реальной истории о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, случившейся в конце 80-х годов в детской больнице Калмыкии. Сериал привлек внимание к теме СПИДа, которая в России до сих пор считается табуированной. Как оказалось, многим зрителям история трагедии в Элисте и вовсе оказалась незнакомой. Теперь же дискуссии о той трагедии возобновились. Карина Саяхова, Фарид Захит Углы, Универньюс. «Хочешь отсканировать все в 3D-модели, но не знаешь как?» В Институте дизайна и пространственных искусств благодаря новому сканеру есть такая возможность. Что это за сканер и как он работает, расскажет Аделина Абдрахманова. Разложить штатив, установить аппарат и нажать «Пуск». Так начинает работать наземный геодезический лазерный сканер, который был закуплен в Институт дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета. Этот сканер направлен на работу в сфере научной реставрации, реставрации архитектурного наследия, реставрации объектов предметного дизайна. То есть полностью он сканирует пространство, расстояние вылета его, стрелы 150 метров. То есть точность очень высокая, погрешность очень маленькая. Сам сканер предназначен для получения геоданных методом сбора лазерных измерений и дальнейшего построения трехмерной модели сканируемых объектов в виде облака точек при производстве инженерно-геодезических изысканий. Проще говоря, размещаешь предмет под сканером, и перед тобой появляется отсканированная 3D-модель объекта. Это один из современнейших сканеров, которые есть на данном рынке геодезического оборудования. Его основное преимущество – это скорость сканирования 2 миллиона точек в секунду. Его основное преимущество – это инерциальная система, которая позволяет автоматически сшивать облака точек непосредственно в поле, а не тратить на это время потом в камеральной обработке. Отметим, что данный сканер был приобретен в рамках программы развития университета на 2021-2030 годы и реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». И первым данный сканер появился в Институте дизайна и пространственных искусств. Адалина Амдрахманова, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс. Национальная политика относится к актуальным практическим проблемам современности. Это сложное явление, охватывающее все сферы жизни общества. О том, как Казанский университет поддерживает народы мира, узнаете далее. В Казанском федеральном университете прошла лекция депутата Государственной Думы, первого заместителя председателя комитета по делам национальности Ильдара Гельмудинова, где представитель власти рассказал об особенностях национальной политики в современном мире. Наши государства стараются, чтобы те традиции, еще заложенные, может быть, не в советское время, их сохранить и что в этом отношении делает страна государства, как это добивается, вот это все мир дружбы и согласия, какие инструменты задействованы, какая есть законодательная база. В моем понимании наши студенты должны этим владеть. На лекции спикер затронул не только национальные вопросы, но и тему образования. Уходим от баллонской системы образования, это специалитет, ряд других новшеств. Это не значит, что будет все разрушено, не значит, что там все обнуляем, ни в коем случае это неприемлемо. В той же баллонской системе есть ряд механизмов, которые нужны, и у нас будет такое плавное совмещение в какой-то мере хорошей стороны баллонской системы, ну и, конечно, то, что было и в советское время. Отметим, что в Казанский университет с лекциями часто приезжают представители власти. Например, за последний месяц перед студентами выступили консул Генерального консульства Исламской Республики Иран в городе Казань, господин Масуда Малаи, мэр Казани Эльсур Медшин, заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и в онлайн-формате прошла телевстреча с директором Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс. В КСК КФУ «Уникс» стартовал молодежный фестиваль «Марафон студенчества». Мероприятие проводит Департамент по молодежной политике совместно со студенческим клубом. На фестивале работает несколько интерактивных площадок. Посетить марафон можно до 4 декабря. В день рождения Николая Лобачевского в Казанском Федеральном Университете состоялась 14-я открытая Поволжская математическая олимпиада студентов и 9-й конкурс-конференция на лучшую студенческую работу «Лобачевский и 21-й век», приуроченную к 230-летию со дня рождения выдающегося математика, учившегося и работавшего в Казанском Университете. На этом все. В студии была Анастасия Кузьмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!